МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТОЧКА НЮС Всем привет! Мы снова вместе. Вместе, куда слетелись все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса по итогам недели. Точки зрения, как известно, бывают разные, но ваше зрение направлено на точку ньюс. С вами я, Маша Топчий. Поехали! ТОЧКА НЮС Если кто-то в пятницу за утренней чашечкой кофе вздумал полистать в соцсети в поисках позитивных новостей, то на страницу Анастасии Решетовой ему точно не стоило заходить. Тимати и Анастасия Решетова расстались. Об этом модель рассказала своим подписчикам в соцсетях. Как бы это ни было печально для вас и наших близких. Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих. Но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое. Не муж и жена. Не живем вместе. Это были прекрасные шесть лет с момента нашей встречи и до этого лета. Написала Настя. Также, чтобы избежать грязных сплетен, девушка добавила, что никто посторонний в их с Тимати расставании не замешан. И про эффект бумеранга попросила тоже не говорить. Напомним, многие думают, что именно Анастасия Решетова в свое время стала причиной расставания Тимати и Алены Шишковой. Разговоры о том, что Тимур и Настя больше не вместе, стали слышны еще летом, когда пара решила отдохнуть раздельно. Девушка с их сыном Ратмиром отправилась во Францию к отцу рэпера, а сам Тимати со своей мамой Симоной и дочерью от Алены Шишковой Алисы в Грецию. В своем посте Настя также рассказала о том, что постарается выстроить с бывшим возлюбленным идеальный родительский тандем для сына Ратмира, которого пообещала воспитать в любви к его отцу. В жизни Тимати перемены за переменами. Летом рэпер покинул лейбл «Блэк Стар». Теперь вот разрыв с Анастасией Решетовой. 2020-й. Остановись. Ее уникальный вокал покорил весь мир. Женщина-легенда, чьи песни согревают сердца даже в самую ненастную погоду. 10 сентября Лариса Долина отметила день рождения в круг друзей и близких. В этот день поздравить Диву с днем рождения собрались дорогие ей люди. Лариса Александровна лично встречала гостей на входе и принимала цветы и подарки, которые спустя какое-то время даже некуда было ставить. Надо заметить, в этот вечер теплые слова говорили не только в адрес именинницы. Лариса Долина сама в начале своего праздника подошла к каждому гостю и рассказала, какую важную роль в ее жизни занимает тот или иной человек и при каких обстоятельствах она с ним познакомилась. Своё знакомство с легендарной певицей гости тоже рады были вспомнить. Это было на кастинге народного артиста. Я как сейчас помню этот день, это было 17 лет назад. Страшно говорить эту цифру. Открывается дверь и сидит жюри, среди которых Лариса Александровна. Естественно, у меня дрожали колени, все части тела. Но она настолько обояла и настолько как бы сразу расположила к себе, что я подумал, что бояться нечего. И как-то вот сразу у нас заладилась эта история. Сначала увидел в телевизоре. И у меня как бы тогда были песни. Конечно, все сразу говорят, погода в доме. Для меня всегда песня была самая такая сильная – стена. И я реально такой тайный поклонник всегда был Ларис Александровны, потому что я ходил на ее концерты. И даже я помню, когда я отдыхал в Израиле, это мне было 16 лет, это почти 24 года назад, у нее было в Израиле три концерта. И я ездил на каждый концерт. Мне было 5 лет, это было в Одессе. Когда родители там работали, и, соответственно, я половину детства провел просто в Одессе. И я помню, ванная комната такая, где я сидел, и мне было скучно, я что-то стал плакать, и мне вдруг зашла какая-то женщина, девушка, которая стала со мной играть какие-то… Это была Лариса. Во время праздничной вечеринки состоялась и долгожданная премьера нового клипа Ларисы Долиной на песню «По встречной». Гости и наша съемочная группа стали первыми, кто увидел новое творение артистки. И, воспользовавшись случаем, мы решили приоткрыть завесу тайны новой работы специально для наших телезрителей. В песне главная героиня в клипе – это Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка нашего фигурного катания. Очень мною любимая, очень достойная, очень красивая. Не просто олимпийская чемпионка, а еще очень красивая танцующая. И мне хотелось вот такой краски в клипе. Песня необычная, песня такая очень трогательная, очень призывная и очень щемящая. Аделина для меня представляет вот именно такую артистку на льду. Щемящий образ такой. Поэтому мне показалось очень правильным соединиться нам вместе. И получилось, чему я очень рада. В этот вечер было сказано большое количество теплых слов и пожеланий, и некоторые из них мы смогли запечатлеть на камеру. Ларк, люблю тебя. Наш семейство тебя любит, обожает. Живи долго, нагло, весело. И подходи к телефону, когда я звоню. Пока. Вдохновение, здоровье, полных залов, самых наилучших песен, проектов, телепроектов. Лара, ты же знаешь, только здоровье. Все остальное ты сделаешь, потому что я в тебя верил всегда и продолжаю это делать с удовольствием. Ларочка, работай, будет работа. Ты будешь молода, красива, как сегодня, как всегда. Здоровья, долгих лет жизни, счастья, чтобы голос всегда звучал, творческих безумств и, конечно же, возвращение на концертные площадки. В свою очередь мы присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем Ларисе Долиной продолжать радовать нас всех своим шикарным голосом и новыми песнями. Блогеров много не бывает. И следующая новость тому подтверждение. На днях в Москве состоялось официальное открытие первого музыкального дома блогеров «Контент Клан». Некоторые интернет-пользователи задаются вопросом, зачем блогерам жить вместе в одном доме? Ну, снимайте видео и снимайте у себя дома. Зачем собираться всем под одной крышей? Ну, наверное, все равно, когда ты находишься в какой-то большой компании творческих людей, тебе гораздо проще генерировать какие-то идеи. Потому что они генерируют идеи. Заражаются друг от друга идеями, энергией. Это классно, это всегда здорово, когда ты общаешься физически. И тогда контент становится разнообразным и интересным, привлекательным. И массовость всегда в ТикТоке. Это тоже круто смотрится. Изначально многие не понимали блогерство и короткие веселые видео в социальных сетях. А сейчас, судя по количеству пользователей, просмотров, комментариев и лайков, мнение людей кардинально поменялось. Мне кажется, это лицемерие. Мы как бы тоже говорили, что это не нужно и что это глупо. Я так никак не говорил. Я просто с самого начала знал и понимал, что это так же будет, как с Инстаграмом. Очень много умников в хорошем смысле говорили, что Инстаграм это все, это вот как бы, ну зачем показывать свою жизнь на показ. А я с 16-го года Инстаграмом занимаюсь, в принципе, плотно. На сегодняшний день социальные сети актуальны как никогда. Такое чувство, что каждый день появляется новый блогер с многомиллионной аудиторией. Проще ли сейчас стать популярным из-за наличия соцсетей или же сложнее из-за большой конкуренции, узнаем у самих блогеров. Знаете, сейчас в любой сфере, в принципе, переизбыток всего происходит. И в музыке, и в искусстве, и вот в ТикТоке, так скажем. Просто если ты действительно хорош в этом, ты в любом случае станешь тем, кем ты хочешь стать. В общем, профессия блогер настолько крепко закрепилась в нашей жизни, что осталось дождаться, когда в вузах появятся факультеты блогинга и доктора наук по генерированию контента. На протяжении недели ходят слухи о возможном романе Данилы Козловского и Оксаны Акиншиной. Кто-то верит, кто-то нет. Но количество упоминаний актеров в СМИ за последние дни сильно увеличилось. Многие не воспринимают всерьез разговор о том, что у Козловского и Акиншиной более чем дружеские отношения. Причина тому приближающийся выход фильма, над которым Данила и Оксана работали вместе. Соответственно, роман между звездами воспринимается как хорошо продуманный пиар-ход. Сами понимаете, одно дело – просто пойти на фильм. Другое же – посмотреть картину, зная, что в ходе работы над ней между двумя красивыми, популярными людьми вспыхнула искра. После возникновения слухов все ринулись искать подтверждение на странице Ольги Зуевой, возлюбленной Данилы Козловского, с которой они вместе растят дочь Оду Валентины. Но никаких страданий в аккаунте Ольги замечено не было. Актриса поделилась архивным снимком со времен беременности и мыслями о том, что хотела бы снова влезть в платье. СМИ уж было решили оставить эту тему в покое, но тут появилось видео, на котором Акиншина и Козловский вместе отдыхают в Бодруме. Никаких объятий в ролике не видно, но многие посчитали это прухом звездного романа. По слухам, Данила и Оксана вместе уже полгода. И если верить разговорам, с Ольгой Зуевой актер сумел сохранить дружеские отношения. Не так давно голливудский красавчик с русскими корнями Арми Хаммер развелся. И если бы не эти закрытые границы. Эх, упустили мы, девочки, завидовал холостяка. После расставания с женой Элизабет Чемберс, Арми, видимо, почувствовал всю прелесть холостянской жизни. Сначала актеры заметили при обнимающем за талию дочь Крепкого Орешка Брюса Уиллиса и Дэми Мур Румер. Пока поклонницы Хаммера кусали локти, сетуя на то, что звезда агентов Антел так быстро завел новый роман, Хаммер подал новый повод для сплетен. Теперь рядом со звездным телом была замечена уже другая брюнетка. Бывшая жена Джоша Лукаса Джессика Сиэнсин Энрикес. Девушка, не стесняясь, нарушала личные границы Арми, нежно трепляя его за ухо. Актер, судя по его довольному виду, был совсем не против. Напомним, в июле этого года стало известно, что Арми Хаммер и его супруга разводятся после десяти лет брака. Позже в сети появились скрины довольно личной переписки Хаммера с девушкой из России. Всплыли также и гневные сообщения бывшей жены Арми Элизабет, адресованные той самой девушке. В них Чемберс пишет, что ее огорчает сам факт существования таких девушек, как эта самая Дами Настя. Ну, судя по нику, можно понять и характер переписки Арми с Румер Уиллис, Джессика Сиэнсин, Энрикес. Видимо, актер в поисках. Арми, тебе все же стоит дождаться открытия границ и посетить Россию. К русским девушкам на нашей памяти неровно дышал не только Арми Хаммер. Сердце Джонни Деппа тоже учащенно билось благодаря российской танцовщице Полине Глент. Но это похоже в прошлом. Поговаривают, теперь актер взял пример с Брэда Питта и закрутил роман с моделью. Софи Герман – немецкая актриса и модель. Она младше Джонни на 24 года. И, судя по всему, девушка не робкого десятка. По слухам, Софи подсунула актеру клочок с номером своего телефона между струн его гитары. Девушка живет в Лондоне, где Джонни сейчас снимается в новой части «Фантастических тварей» и где проходил суд по делу о клевете, в которой актер обвинил знаменитый таблоид после публикации материалов о том, что Депп якобы избивал Эмбер Хёрд. На протяжении месяца все, затаив дыхание, следили, как бывшие супруги давали показания друг против друга, оголяя достаточно интимные моменты своей супружеской жизни. Актеры собираются продолжить свои судебные разбирательства уже в США. Точка. Ньюс. Как мы уже говорили, Джонни Депп, видимо, пошел по стопам Брэда Питта, который тоже закрутил роман с моделью гораздо моложе него. Не так давно СМИ пестрели заголовками о том, что Брэд полетел отдыхать во Францию с моделью Николь Патуральский. Полетел не куда-то, а в поместье, где в свое время женился на Анджелине Джоли. Все, затаив дыхание, ждали гнева Энджи, сравнимого с бурей эмоций ее героини Малефисенко. И, по слухам, Энджи в гневе. Также инсайдеры поговаривают на ушко СМИ, что Питт прекрасно понимал, какова будет реакция бывшей супруги на его отдых в данной локации. Но ему все равно. В общем, эти двое, судя по всему, еще не прочь уколоть друг друга побольнее. Но аккуратнее, Брэд, в арсенале у твоей бывшей миссис Смит волшебное вересино Малефисенко. В гневе на самом деле Энджи или нет, она сама пока не говорит. Ясно одно, Брэд Питт, Джонни Депп, Арми Хаммер, рядом со всеми замечены новые предполагаемые пассии. То есть, пока я тут вам рассказывала новости, красавчиков-то разобрали. Ну что ж, это были все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса по итогам недели. Хотите еще? Тогда смотрите нас каждый день и находите в социальных сетях. С вами была я, Маша Топчий. Увидимся. ТОЧКА НЮС ТОЧКА НЮС ТОЧКА НЮС ТОЧКА НЮС ТОЧКА Субтитры создавал DimaTorzok